Гончарное дело – одно из самых древних ремесел. Но если раньше им могли заниматься только мастера, то теперь работа с глиной доступна каждому. В Бобруйске керамическому искусству обучают в православном центре Покрова. Бесплатно. Главное требование – желание. К слову, студия «Глинка» – единственная во всем Бобруйске. Могут заниматься не только дети и взрослые, но и можно прийти на индивидуальный урок всей семьёй, поработать с глиной, получить много положительных эмоций. А в подарок на память останется глиняная игрушка, которая будет всегда дарить тёплые воспоминания. С чего начинается шедевр из глины? С эскизом. С первого природного материала тщательно разминают скалкой на деревянном столе, которую застилают прочной тканью или клеёнкой. После чего начинают лепить фигуры. Вручную. Это самый простой уровень. Следующий – гончарный круг. Из такого кусочка глины можно сделать кувшин или горшок. Во время формовки керамическую массу обязательно нужно смачивать. У мастера такой процесс займёт 15 минут. Новичку потребуется чуть больше времени. Самым долгим и трудоёмким этапом считается обжиг. В мастерской для этого установлена современная печь. Мастерам требуется не меньше пяти часов, чтобы подсвечник, свисток или тарелка приобрели насыщенный цвет и прочность. Я свои фигурки раскрашиваю, которые уже обожглись. Я больше всем люблю заниматься рисованием. Я считаю, что для детей это очень полезный навык лепки. Это мелкая моторика, это развитие мозга, мозгового полушария. И приходя, наблюдая, как дети лепят, мне захотелось очень попробовать и самой. Одно занятие длится 45 минут. В расписании три дня. Вторник, четверг, суббота. Записаться можно по адресу Спартаковская, 1А. У керамического искусства нет возрастных ограничений, образовательных или специальных требований. Ждут всех желающих. Ольга Воззенда, Станислав Чечерин, Бобрусь, 360.